Мы предоставляем департаментам городковую имущество, в котором говорили, что нам предоставлена площадь в новом доме на Годельково владение площадью. Сегодняшний адрес это Большая Маринская, 11. Дом принят. И то, что нам было обещано, не выполнено. Нас обманули. Ну представьте себе, жители Москвы, вас обманут всех, как нас обманули сегодня. Представьте на минуточку. Спасибо, дорогие, что вы меня услышали. Это руководство. И сотрудники этого учреждения замешаны в огромном количестве мошенничеств. С жильем, недвижимостью, с арбитразным судом и так далее. К нам обращаются десятки, если не сотни москвичей, которых обманули вот эти граждане, которые сидят в этом здании. Но самый вопиющий случай из нашей практики, это улица Годовикова. Дом 10, там два корпуса, две пятиэтажки. Их еще должны были до реновации расселить. Их обещали расселить рядом, в строящемся доме. Дом построили. Но их теперь через суды этот департамент выселяет в другой район. На разные ситуации заключается в том, что есть письмо заместителя руководителя Щербакова, который гарантирует гражданам, что они переселяются в соседний дом. И тот же самый Щербаков подписывает судебные истины. Он одной рукой это делает или двумя разными, я не знаю. Потому что следствие должно разбираться с такими персонажами. Он подписал сначала письмо, что вы переселяете в соседний дом. А потом он подписал иск, причем чуть ли не в тот же день. О том, что их надо выселить в другой район. Поэтому жители пришли сюда выразить недоверие. Руководство департамента потребовать от него выполнить обещания. Мы их, конечно, в этом поддерживаем. И будем проводить самые различные акции. И в останки здесь, и в других местах. С требованием власти выполнять свои собственные обещания. Среди стать себя дискредитированным. Тем более, не пытаться выселить кого-то от нарушения своего обещания в соседний район. Под разговоры о том, что всех в ареновации будут сидеть в том же районе. Грош цена этим обещанием, как мы видим, на примере жителей Ульца годовиков. И он сказал, что никаких препятствий к проведению одиночного. Передайте, пожалуйста. Сейчас они решат. Если же решат все-таки меня задержать, то я в понедельник передам то, что вы меня задержали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А, Сергей Сергеевич, Вы у нас, как лицо, предоединяйте. Вот, поэтому, с моей стороны, будут всяческие, абсолютно, всяческие поддержки, потому что нет другого человека, который бы буквально наступился за нас... Вычел, конечно. Не один, я не один. Вот это всё, вот это всё. У нас много недель, и мы ездим в прокуратур. Да, есть, всё, всё, всё. Всего доброго. А, честно. Если документы не подойдут, то, что вы говорите в тварь. Продолжение следует...